Для чего нам нужно молиться за пастора? Нам нужно молиться, потому что на нем больше всего ответственности. Я в двух словах немного говорил об этом. И я хотел бы, чтобы мы сейчас разобрались, в чем же ответственность каждого пастора и каждого лидера. И здесь я говорю не только о пасторе вообще, я буду говорить просто как, ну знаете, говорить слово пастор, но мы подразумеваем, что лидер, это может быть ваш куратор, это может быть ваш лидер домашней группы, это может быть ваш лидер служения. И мы все нуждаемся в молитве. Каждый лидер нуждается в молитве. И это очень правильно, и это очень необходимо молиться за лидера. Апостол Павел не только в этом месте Писания, он просит их, чтобы молиться, потому что на нем было столько ответственности, что он сам себя не мог промолить. Однажды я слышал проповедь, и я не знаю, насколько это реально, но я думаю, что это действительно правда. Один пастор говорил о том, что если еще церковь до ста человек, он еще может как-то себя сам пронести в молитве. Но если церковь переваливает за сто человек, то необходимо, чтобы поднялась молитва за пастора, потому что пастор уже не может сам себя промолить. И поэтому, если я его не промолю, то тогда происходит такое давление, которое начинает вышибать пастора. И я видел очень много церквей, которые просто, знаете, они погрязли в каких-то вещах. И они погрязли, потому что, одна из причин, потому что не было молитвы за пастора. Если раньше он молился сам за себя, он мог себя промолить, то сейчас уже при нашем количестве мы, если не будем молиться, его унесет. Я вам гарантирую это. Либо у него будет какой-то нервный срыв, либо, я не знаю, он вообще может умереть. Либо, знаете, либо он попадет в какое-то заблуждение. Это всегда так было. И вы можете посмотреть на церкви, которые просто переживают какой-то кризис. Где-то пастор не туда пошел. Если вы спросите, есть ли молитва за пастора в этой церкви, то я, наверное, уверен в том, что там больше критики, нежели молитвы. Аминь. И я как-то говорил о том, что есть на самом деле два служения. Есть два служения перед Богом. Это служение ходатайства, либо служение критики. И я могу смотреть на пастора, я могу смотреть на церковь, я смотрю, могу смотреть, как он ведет церковь. И я могу, знаете, как бы, если захотеть, то можно найти в лидерстве каждого человека какие-то минусы. Согласен с этим, да? Потому что мы все, мы все не без греха. Но если мы начнем просто ходатайствовать за какие-то вещи, мы начнем поддерживать пастора, то тогда это будет меняться. Это будет просто преображаться. Но критика, она что делает? Она высвобождает, она дает, знаете, как бы, она дает место дьяволу. И дьявол начинает приходить еще больше давить на человека, еще больше сопротивляться ему. Аминь. Понимаете, да, этот принцип? Как-нибудь, может быть, я вам так прям поглубже объясню. То, что каждое слово, которое мы говорим, оно на самом деле дает месту и позволяет дьявольской силе действовать в жизни человека. Если я говорю какой-то негатив в жизни человека, я позволяю не просто, знаете, каким-то словам выйти. Сами по себе слова имеют силы. А я еще приглашаю туда дьявола и позволяю ему, чтобы он там действовал. Поэтому я превращаюсь просто из человека, который критикует, превращаюсь в человека, который благословляет. Аминь. Теперь, в чем заключается ответственность каждого пастора? И в принципе, я вам дам сейчас четыре пункта. Это основные пункты. Конечно, пастор делает гораздо больше, и мы на него смотрим, как на примере. Он просто для нас является образцом во многих сферах жизни. Аминь. Но эти четыре пункта, и вообще вся эта молитва, все, что мы сегодня будем разбирать. В принципе, мы молимся за себя. Если будет хорошо нашему пастору, тогда нам будет хорошо. Поэтому, вкладывая, сея в него молитвы, мы, в принципе, вкладываем в себя, мы инвестируем в себя. Потому что, если я за него буду молиться, он будет большим благословением для меня. Опять же, все перетекает. Мы все взаимосвязаны, мы все взаимозависимы, и мы все нуждаемся друг в друге. Если мы можем посмотреть на пастора, как на супермена, то ничего подобного. Он тоже человек, и он тоже нуждается в нашей поддержке. Он тоже нуждается в каких-то словах ободрения, в каком-то вдохновении. Даже просто подойти, спасибо, сказать ему за проповедь. Это, знаете, как просто очень сильно вдохновляет. И оно просто дает тебе желание еще больше знать Бога, еще больше делиться какими-то откровениями. Аминь. Первое. Первая обязанность пастора. Пастор обязан постоянно молиться за людей. Пастор постоянно обязан молиться за людей. Если вы являетесь лидером, и вы не молитесь за своих подопечных, вы грешите. Библия конкретно об этом говорит. Еще Самуил когда-то говорил, я не допущу греха, чтобы не молиться за вас. И поэтому апостол Павел, если вы посмотрите внимательно, если вы посмотрите, как Иисус служил, он всегда молился за своих подопечных. Апостол Павел тоже постоянно молился за подопечных. Апостол Павел не переставал молиться за Ефесян. 1 Фессалоникийцам 3 глава 9-10 стих. 1 Фессалоникийцам 3 глава 9-10 стих. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? За всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим. День и ночь все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не достает вере вашей. День и ночь молились. Апостол Павел день и ночь молился вместе со своей командой за фессалоникийцев. Если апостол Павел это делал, то значит он что-то понимал об этой молитве. Поэтому если я являюсь лидером, ни одна молитва не тщетна. И Бог желает, чтобы от лидеров возносились эти молитвы. И я знаю то, что наш пастор сейчас конкретно молится за всех нас. Он говорил так. Я ему объяснил, что я буду говорить. Он говорит, что я буду молиться за тебя. И он всегда молится за меня. И я чувствую его молитвы. И я знаю, что он постоянно в проломе за меня. Он за всех кураторов молится. За каждого человека в нашей церкви. Он делает это. Он делает это в тайне. Мы, может быть, этого не видим. Но он это делает. Потому что я вижу то, что он действительно правильный человек. Он правильное сердце имеет. Он действительно идет за Богом и слышит Бога. Он знает Бога. Знаете, я нашего пастора очень люблю. Конечно, у меня иногда с ним разные понимания чего-то. Но я просто замороченный в своем. Как и в какой-то мере каждый из нас. Поэтому я всегда понимаю, что он все равно всегда правее. И я 12 лет уже убеждаюсь. Он мой лидер 12 лет. И я знаю, о чем я говорю. Кто-то может что-то говорить о нем. А я просто недавно с одним человеком разговаривал. И он начал потом что-то нести. И я говорю, слушай, брат, ты мне таких слов не говори. Потому что я его знаю 12 лет. И поэтому я его благословляю. Я его поддерживаю. И я буду вместе с ним. И поэтому давай заканчивай. И нужно просто соединяться с ним в одном видении. И просто идти делать то, что Бог предназначил для нас сделать. Аминь. Второе. Что обязан делать пастор? Обязан делать лидер. Он обязан давать людям направление. Он обязан давать людям направление. Что значит направление? Это конкретно видение. Это конкретные цели. Это конкретные планы. Он обязан это делать. И многие думают, да, почему так пастор настаивает на видении? А это потому, что Бог вложил это видение, и Бог дал ему это распоряжение, что ты обязан просто донести до людей это видение. Ты должен просто повести людей. Кто такой пастырь? Пастырь это пастух, который ведет в каком-то направлении. Он обязательно ведет на какие-то злачные пажити. И он дает обязательно какое-то направление для того, чтобы мы были сконцентрированы в какой-то силе куда-то идти. И поэтому здесь кто-то может винить пастора, но на самом деле это Бог за всем этим стоит. И поэтому каждый лидер, если ты лидер домашней группы, то нужно просто людей ввести в этом видении, ввести, направлять. Если я куратор, я веду, я даю направление, я поддерживаю это направление. Лидер всегда дает направление. Потому что если нет направления, я знаю такие церкви, где нет направления, там все, там хаос, там куча недовольных, там ну просто в принципе церковь не развивается, никогда не будет развиваться. И это милость Божия, что Бог нам дал четкое конкретное видение. Аминь. И здесь Деяние, 19 глава, 8-10 стих. Деяние, 19 глава, 8-10 стих. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал, это Павел, три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не веровали, злословя, путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Я говорю, смотрите, что здесь происходит. Апостол Павел приходит в Асию, и у него есть определенное видение. И он просто начинает людей учить, он начинает их воспитывать, он начинает просто поднимать людей. И в конечном итоге, что происходит? За два года вся Асия, вся Асия, это значит каждый человек, это целая страна. Целая страна, они просто услышали это слово, они услышали Евангелие. Почему так произошло? Потому что он конкретно дал людям направление. Он пришел туда с видением, и он просто настолько поделился с этим видением, что люди сами, ему не нужно было куда-то идти проповедовать. И пастор не может просто всем запроповедовать, поэтому он побуждает нас. И некоторые все это думают, ну, как-то неохота куда-то идти. Но на самом деле это Божье видение, это Божьи цели, это Божьи планы. Поэтому я просто что делаю? Я соединяюсь и иду в этом направлении. Аминь? Третье. Это проповедовать живое слово от Бога. Проповедовать живое слово от Бога. Пастор обязан кормить свою паству именно откровением от Бога. Я так часто слышу, да? То, что люди говорят, это все про меня было, это мне было. Я сегодня слышал на проповеди, что просто Бог говорил через пастора мне конкретно. Почему так происходит? Потому что это есть хлеб с небес, это есть хлеб насущный на сегодняшний день. Поэтому ответственность пастора, и мы за все это будем молиться тоже, чтобы он проповедовал живое слово от Бога. И наш пастор действительно, ну, проповедует то, что нужно. Аминь? Вы согласны с этим? Я думаю, мы бы даже ходили бы в другую церковь, если бы не были согласны с этим. Но слава Богу, это всегда какое-то живое слово. Это всегда то, что тебя созидает, строит, изменяет твою жизнь. Вот, только слово, которое живое от Бога, оно может изменить и преобразить жизнь. Только оно помазано. Только оно в себе имеет жизнь. Оно имеет полное благодати и истины для того, чтобы преобразить нас. Аминь? И четвертое. Совершать святых на дело служения. Совершать святых на дело служения. Созидать церковь. Совершать святых на дело служения. И созидать церковь. Обязанность лидера это, что сюда входит? Это наставничество. Это, знаете, как бы я учу человека. Я его строю, я его созидаю, я его где-то обрезаю, я его где-то обличаю. Я, знаете, я строю церковь. Каждый лидер, если я лидер домашней группы, я строю свою домашнюю группу. Вот, я совершаю святых. Я работаю над тем, чтобы люди поднялись. Для того, чтобы люди изменились, преобразились. Это ответственность каждого пастора. Это ответственность каждого лидера. Поэтому лидер, пастор, да, он несет эту ответственность. И для того, чтобы он это все эффективно делал, нам нужно молиться за него. Потому что если я за него буду молиться, чтобы Бог давал ему слово, то тогда это слово будет более живым, знаете, более глубоким. Оно будет каким-то более помазанным. И я же, опять же, буду слышать это слово. И это будет менять мою жизнь. Поэтому практически я просто вкладываю это все. Я молюсь, да, Господь, дай ему видение, дай ему направление. И что происходит? Бог дает ему четкое видение. И когда я иду и осуществляю это, я вижу то, что в этом действительно Бог есть. И это, опять же, для меня. Моя жизнь не просто где-то, знаете, я во тьме где-то там блуждаю. А моя жизнь конкретно имеет какие-то цели, имеет какое-то направление. У меня есть какое-то свое призвание, есть какие-то свои задачи, допустим, на этот год, на следующие пять лет, может быть. Кто на сколько видит? Аминь. И здесь запишите Ефесянам 4, 11-12. Ефесянам 4, 11-12. Одних поставил апостолами, ну и так далее. Для совершения святых на дело служения, для созидания тела Христова. Вот такие основные ответственности каждого пастора, каждого куратора, каждого лидера. Теперь давайте мы непосредственно разберемся, как молиться за пастора. Как молиться за пастора. И я вам просто рекомендую, что вы запишите это все, потому что благодаря этим пунктам мы конкретно можем молиться. И эти молитвы, они работают. И это молитвы, которые основаны на Слове Божьем. Это практически все, о чем Павел просил. И когда он просил об этом молиться, значит он понимал, в чем он действительно нуждается. И это как есть пример для каждого из нас, для того, чтобы мы молились за своих пасторей. Потому что каждый пастор в принципе в этом нуждается. Теперь первое. Молитесь о том, чтобы Господь давал пастору нужное слово. Молитесь о том, чтобы Господь давал пастору нужное слово. Молитесь о том, чтобы Господь давал пастору нужное слово. Вот здесь акцент я бы поставил на нужном слове. Я был свидетелем однажды. Знаете, у одной сестры была проблема. Нас было 7-8 человек, и мы все начали ее наставлять. И каждый из своего опыта, знаете, каждый какие-то примеры приводил. Но потом мы начали молиться за нее. И Бог одной сестре показывает видение, одну картинку. И потом Бог ей дает истолкование. И эта сестра просто открывает и говорит, что вот так вот Бог мне показал, и это тебе нужно сделать. И это было то единственное нужное слово, которое пришло для нее. И для нее именно это сработало. Не сработал весь наш опыт. Не сработало, знаете, все наши примеры. Вся наша, знаете, иногда даже мудрость. Вот иногда мы что можем? Мы ссылаться можем на свою мудрость. А на самом деле нужно откровение. Я могу наставлять человека. Я могу преподносить ему какую-то мудрость. Свой какой-то опыт преподнести. А ему на самом деле нужно слово. Нужное слово. Поэтому, когда мы молимся, первое, за что молимся. Мы молимся, чтобы Бог давал пастору нужное слово. Чтобы я мог прийти в церковь, и я мог услышать именно то слово, которое бы, я мог бы, знаете, мне нужно было бы пойти к пастору. Я часто это слышу тоже. В жизни нашего пастора все это есть. И я хочу, чтобы этого было больше. И это было, знаете, более целенаправленным таким, более осознанным для нас. И я часто слышу то, что человек говорит, ну, я пойду к пастору. Пойду к нему, запишусь на прием. В воскресенье приходит на проповедь, и он говорит, я услышал все. Пастор мне сказал просто. Это было нужное слово для меня. Он просто в эту проблему его просто сказал слова. А почему так происходит? Потому что есть молитвы. Потому что есть у него отношение с Богом. Он слышит Бога. Он вадим Богом. Поэтому нам нужно обязательно молиться. Чтобы Бог дал ему нужное слово. Эфисянам 6 глава 18, 20 стих. Эфисянам 6 глава 18, 20 стих. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово. Дабы мне дано было слово. Он говорит, молитесь, чтобы мне дано было слово. Конкретное слово. Для тех людей, которые там будут собраны. И для того, чтобы проповедовать, нужно именно конкретное слово. Нужно не просто нести какое-то понимание, знаете, учение там. Ну, это хорошо все. Но нужно конкретное слово. Живое слово. Нужное слово. И об этом Павел говорит. Чтобы мне дано было слово. И он понимает, что нужно молиться за него, чтобы Бог дал ему это слово. Устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Для которого я исполняю посольство в вузах, чтобы я смело проповедовал, как мне должно. Итак, первое, это молитесь о том, чтобы Господь давал пастору нужное слово. А второе, молитесь о том, чтобы наш пастор дерзновенно проповедовал Евангелие. Молитесь о том, чтобы наш пастор дерзновенно проповедовал Евангелие. От дерзновений нужно молиться. Дерзновение, оно не приходит от опыта. Дерзновение, оно приходит от Бога, и Бог дает. Что такое дерзновение? Дерзновение это определенная сила для того, чтобы преодолеть всякое сопротивление. Допустим, вы встречаете какого-то своего старого друга, и он вас не воспринимает. Для того, чтобы вам ему проповедовать, вам нужно дерзновение, чтобы несмотря на его непринятие вас, вы все равно говорите эти слова, и вы должны быть более убедительным. То есть вам нужно преодолеть это, знаете, как бы это состояние человека непринятия. Может быть, это какой-то страх. Может быть, это какое-то мнение людей вообще. И часто, да, пастор, что делает? Он говорит нам, слушайте сейчас внимательно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не сконцентрированы иногда. Мы где-то улетели в каких-то своих мыслях. И он просто нас сконцентрирует. И для того, чтобы ему нас сконцентрировать, нам нужно услышать какие-то слова, которые, знаете, нас пробьют. И вот, и когда пробивает, это вот есть дерзновение. Без дерзновения я не пробьюсь, я не прорвусь. Что такое дерзновение? Дерзновение, это когда, допустим, ты боишься, но ты просто, знаете, как бы выходишь это, и ты пробиваешь это. То есть ты смело идешь, ты смело выступаешь, и ты как бы прорываешь это все. И это тоже духовная составляющая, которая приходит через молитву. И апостол Павел здесь говорит, чтобы мне открыто с дерзновением возвещать тайну благоствования и смело проповедовать, как мне должно. Вот, и поэтому он говорит, молитесь, чтобы мне смело проповедовать. Потому что апостол Павел, он тоже сталкивался со страхом. Он сталкивался, знаете, не просто со страхом, что тебе просто скажут, иди отсюда, а он сталкивался с тем страхом, что его могли убить. И вы можете просто читать, его постоянно преследовали, люди восставали против него, его просто сажали в тюрьмы, его постоянно гонение. Вот, он постоянно это переживал. Ему нужно было дерзновение. Вот, дерзновение, это значит преодолеть этот страх, преодолеть это мнение людей какое-то, преодолеть вообще это влияние каких-то духовных сил. Потому что, в принципе, ему даже ангел сатаны был приставлен. Ну вот, часто дерзновение нужно для того, чтобы тоже пробить определенное, знаете, дьявольское влияние в жизни человека. Мы тоже можем находиться под влиянием каких-то духов нечистых. И мы можем переживать это. И поэтому ему нужно дерзновение, чтобы пробить это сопротивление, чтобы пробить это влияние. И вот, и поэтому нам нужно молиться за него. Аминь. Третье. Молитесь о том, чтобы Господь подтверждал слова пастора чудесами и знамениями. Молитесь о том, чтобы Господь подтверждал слова пастора чудесами и знамениями. Молитесь о том, чтобы Господь подтверждал слова пастора чудесами и знамениями. И здесь запишите Деяние 4 глава с 24 по 34 стих Деяние 4 глава с 24 по 34 стих Но мы с вами прочитаем Деяние 4 глава 29-30 Два стиха прочитаем И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим Со всей смелостью говорить Слово Твое Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление И на соделание знамений и чудес Именем Святого Сына Твоего Иисуса Когда мы проповедуем Бог собирается просто сопровождать нас чудесами и знамениями Он собирается подкреплять наши слова И для этого нужно молиться, чтобы Господь на это слово, которое высвобождается Чтобы приходили чудеса и знамения Чтобы исцеления происходили То есть нам нужно тоже проявление силы Божьей Когда я молюсь и прошу Бога, чтобы проявлялись чудеса и знамения Это говорит о том, что в принципе я прошу о том, чтобы сила Божья Она сопровождала служение нашего пастора И мы иногда переживаем какие-то болезни Какое-то давление, какое-то влияние Для того, чтобы это сокрушить Нужно, чтобы Слово было не только нужным А чтобы оно было настолько сильным и помазанным Чтобы оно исцеляло людей Потому что Библия говорит Послал Слово и исцелил их Вот, и иногда мы можем слышать Слово Это Слово может исцелять нас Оно может исцелять сердце, исцелять душу, исцелять тело У Слова Божьего есть такая способность Поэтому я молюсь Богу, что Господь просто Пусть чудеса и знамения сопровождают Пусть просто Знаете, я заметил, что раньше как-то этого было больше Если вы заметили, да Есть такой дар Дар Слова знания Это тогда, когда пастор движется в этом Он говорит, что Ну, в принципе, сейчас Бог кого-то исцеляет Там исцеляет ногу, там исцеляет ухо И так далее И он просто говорит Это есть Слово знания Это Бог движется Вот, в его служении Но в последнее время этого стало меньше Почему стало меньше? Потому что мы меньше молимся где-то за пастора Нужно больше молиться, чтобы больше явления силы Больше влияния Царства Божьего Проявление Царства Божьего Было здесь, на этом месте Аминь Четвертое Молитесь о том, чтобы Господь давал пастору мудрость Потому что только мудрость созидает Молитесь о том, чтобы Господь давал пастору мудрость Потому что только мудрость созидает Для того, чтобы устроять церковь, нужна мудрость Я вижу то, что Бог действительно нашего пастора, Он снарядил этой мудростью Но мудрости не может быть просто так много, чтобы я перестал о ней просить Если вы живете, а вы же все живете Вы понимаете, что чем дальше вы живете, тем больше мудрости нужно Вы согласны с этим? И поэтому, чем больше пастор строит церковь, тем больше нужно мудрости Потому что мы же идем вперед, мы строим А когда ты строишь, ты делаешь то, чего ты еще не делал никогда И поэтому по-любому нужна мудрость И эта мудрость, мы молимся о мудрости, чтобы Бог ему дал Не только о церкви Вот очень важно, чтобы мы молились за семью пастора Вот в этом пункте мы конкретно молимся за жену За отношения с женой Что Господь дай мудрости для построения правильной семьи Потому что на семью пастора по-любому вся церковь смотрит И они являются образцом И это слава Богу, что у нас есть нормальный, хороший образец На который мы можем смотреть и подражать Аминь Это слава Богу Я просто Ну так, просто, чтобы вы как-то Вы знаете, мы смотрим на пастора, да? 31 год И кажется, ну что ты там можешь знать о семейной жизни Я присутствовал сам На одном из, знаете, такая разборка была И вот, и пастор Женя позвал меня Вот И там были, знаете, служители и взрослые люди По 50, по 55 лет Которые жизнь прожили семейную И когда они разбирали эти семейные вопросы Наш пастор оказался мудрее, чем они Я Я так его зауважал вообще просто Знаете, я просто Я вот сидел Знаете, ну Взрослые дяди Конкретно разбирают проблему Я сижу и думаю вообще А что бы я сейчас сказал? Ну вот Я всегда вот как бы так вот сижу И смотрю на пастора А пастор, знаете, как бы Он и так, и так, и так, и так Разложил И в конце концов Все поняли, что Надо сделать так, как пастор сказал А они были настроены совсем по-другому Вот поэтому Очень мудрого человека нам дал Бог Ну Это даже Вообще не по годам Вообще не по годам Я же женюсь скоро Так Как пастор же он такой мудрый вообще К нему придешь Я вам вот честно Скажу Знаете, я понял такую вещь Что Бог сочетал Тот человек Да, не разлучит И вот Я сам переживаю Как Бог сочетает Меня То есть Сочетание происходит тогда Когда люди уже вступают В брак Конкретно Но перед этим Просто идет процесс Сочетания И я помню Как мы просто пришли К пастору Вот И мы просто Поговорили с ним Он нам объяснил Вообще Что делать Как Он просто Знаете Свою оценку дал Всему происходящему И Я вышел От него И я реально понял Что Жизнь изменилась Вот И я потом Я потом Оле говорю Ну на следующий день Я звоню Говорю Слушай Прям жизнь изменилась Прям что-то изменилось Вот внутри как-то Я не знаю Вокруг все То есть Между нами как-то все изменилось Вот А когда помолвка Так это вообще просто Я не знаю Я почти женился Уже кажется Вот А почему так Потому что Бог созидает И Когда вы придете Вы влюбитесь в кого-то Придете к пастору Жени И он вам скажет Что нужно делать Вот просто возьмите И послушайтесь Даже если вам это будет неудобно Это помогает вообще Аллилуйя Поэтому Мы просим Чтобы Бог дал ему мудрости Для построения отношений в семье С женой С детьми Для Дал мудрости ему Чтобы управлять деньгами в семье Дал мудрости Чтобы выстраивать В своей жизни Все сферы жизни Правильно Не только служение И мы молимся Чтобы В его жизни Она созидалась Во всей полноте Потому что Мы придем к нему Мы у него будем советоваться Вот И если у него Уже есть что-то Есть какой-то опыт Есть какое-то благословение Он может поделиться И когда он делится Это благословляет В конечном итоге нас Мы можем Использовать все это Это благословение Для каждого из нас Притча 24 глава 3-5 стих Притча 24 глава 3-5 стих Мудростью Устрояется дом И разумом Утверждается Вот Только мудростью И разумом То есть мудростью Устрояется дом Есть еще такое Мудрая жена Она устрояет свой дом А глупая Она разрушает Поэтому мудрость Нужна чтобы Созидать дом И мы молимся Также за жену За детей Чтобы они тоже Были мудрыми Пятое Важно чтобы Ваш пастор Во всем Был послушен Голосу Божьему Поэтому молитесь О водительстве Духа Святого Для него Молитесь О водительстве Духа Святого Для него Чтобы он конкретно Слышал голос Божий Чтобы он конкретно Слышал голос Божий Водительство Как сейчас нужно идти Водительство Это не мудрость Вот Вы можете иметь мудрость Но если вы не переживаете водительство, вы можете не попасть в волю Божью, вы можете не сотворить то, что Бог хочет, чтобы вы сотворили. Вот, поэтому важно именно переживать водительство, знать и чувствовать время, когда нужно делать, с кем это нужно делать, вот, и как это нужно делать. Нужно быть ведомым Духом Святым. И здесь Римлянам 8 глава 14 стих. Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Водимые Духом Божьим. И здесь, если в оригинальном тексте посмотреть, Сыны Божьи, здесь имеется в виду, что именно взрослые сыновья. Вот, есть дети, младенцы, а взрослые люди, взрослые сыновья, это есть водимые Духом. Поэтому, если я еще не водим Духом в своей жизни, то значит, я еще не подрос достаточно. И мне нужно просто возрастать в том, чтобы слышать голос Божий. Понимать, как Бог говорит. Ну, это, конечно, отдельная тема, как Бог говорит. Шестое. Шестое. Вот здесь вот, сейчас мы с вами поговорим. Шестое, это ваш пастор и его семья нуждаются в Божьей защите. Молитесь за его личную безопасность и безопасность его семьи. То есть, нужно молиться за его личную безопасность и безопасность его семьи. Это нужно делать каждый день. Потому что каждый день мы куда-то едем, каждый день мы куда-то идем, каждый день мы что-то переживаем, сталкиваемся с какими-то людьми. Молитесь за его личную безопасность и безопасность его семьи. Ходатайствуйте о духовной, душевной и физической защите. О духовной, душевной и физической защите. Вот нам нужно ходатайствовать о духовной, физической и душевной защите. 2 Коринфянам, 1 глава, 8-11 стих 2 Коринфянам, 1 глава, 8-11 стих Очень сильное место, очень подходит к нам Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении О скорби нашей, бывшей с нами в Асии Потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверх силы Так что не надеялись остаться в живых Но сами в себе имели приговор к смерти Для того, чтобы надеяться не на самих себя Но на Бога, воскрешающего мертвых Который и избавил нас от столь близкой смерти И избавляет, и на которого, надеемся, что и еще избавит При содействии и вашей молитвы за нас Дабы задарованное нам по ходатайству многих Многие возблагодарили за нас Аминь Это очень серьезное место Вы согласны с этим? Получается, что именно при содействии вашей молитвы за нас И вообще-то не только вы за нас молились А многие ходатайствовали за нас И мы были в таких обстоятельствах Что, в принципе, мы даже думали, что мы не выживем Мы конкретно были обречены на смерть И он говорит Мы сами в себе имели приговор к смерти И если бы они не ходатайствовали Получается, они конкретно бы умерли Вы согласны с этим? Ну, это же Библия, да? Получается, мой пастор даже может умереть Если я за него не молюсь А то давление, которое на него идет Мы все были свидетелями в прошлом году Что на самом деле Это все серьезно И все гораздо серьезнее, даже чем мы думаем Потому что, в принципе, дьявол покушается на жизнь И это, знаете, как бы самое Знаете, такое самое яростное давление дьявола Когда дьявол понимает, что он не может тебя свалить каким-то грехом Какими-то зависимостями Какими-то обстоятельствами Какими-то людьми Какими-то мнениями И тогда он прибегает уже просто Он начинает просто убивать человека Он собирается его убить Вот он собирается просто И у него, знаете, как бы иногда что-то начинает получаться в этом плане И если мы видели это То это должно быть для нас вообще звонком Что я молюсь теперь о своем пастыре каждый день Потому что, если я не буду молиться То сопротивление, против которого мы вышли А наше видение говорит о том Что, в принципе, мы собираемся всю Москву спасать Москва это целая страна в стране Но мы не собираемся только здесь заканчивать все Потому что мы хотим пойти по Подмосковью Мы хотим еще спасать людей во всей нашей стране А потом еще поехать в Китай Там еще арабские страны Куда кого Бог пошлет Аминь То есть у нас на самом деле серьезное поручение от Бога И если мы понимаем, куда мы идем Если мы понимаем, что Если мы замахнулись Вы поймите тоже Что если я начинаю замахиваться на уровень страны Или на уровень города То значит все те духи, которые стоят в городе И стоят в стране Они начинают просто выступать против меня Согласны с этим? Ну я помню Например, да Вот вы идете по своему двору Ну это когда-то было Вот Если вы начинаете Просто Там какие-то парни стоят Вы начинаете просто против них идти Они начинают Против тебя идти Но если ты пройдешь мимо Не будешь их трогать Они тебя не будут трогать тоже Вот поэтому А что происходит с нами? Мы как церковь Мы же не просто сидим Знаете, как бы Приготовили встречать Иисуса Христа Вот Господь приди Вот мы все Мы готовимся Ко второму пришествию Нам еще до второго пришествия Еще Потому что Библия говорит И проповедана будет Евангелие Царства По всему лицу земли И только тогда придет конец Поэтому Если я хочу встретить Иисуса Христа Это значит Мне не нужно закрыться в своей Знаете В церкви А мне нужно выйти И мне нужно проповедовать Евангелие всем Кого увижу Тем самым Я могу приблизить Пришествие Иисуса Христа И мы выступили Мы вышли как бы в этом И поэтому Когда мы вышли Мы вызвали на себя Этих определенных духов И этих духов Гораздо больше Чем мы сами себе можем представить Потому что в Москве Масса Этого всего Поэтому идет такое противостояние Поэтому Если Я не буду молиться То вообще Может все Очень плачевно Закончится Вы согласны с этим? Давайте я вам еще одно место Писать для доказательства Деяния 12 глава 1 С 1 по 7 стих И 11 стих Деяния 12 глава С 1 по 7 стих И 11 Мы прочитаем В то время Царь Ирод Поднял руки На некоторых Из принадлежащих Церкви Чтобы сделать Им зло И убил Иакова Брата Иоаннова Мечом Вот просто Человек себе Взял и решил Что он Давай я возьму За них И взял Убил Вот просто Это сделал Это Библия Это Новый Завет Даже Это Первая Церковь Это было так Что происходит дальше Видишь же Что это приятно Иудеев Вслед за тем Взял и Петра Тогда были Дни Оприкосноков И задержав Его Посадил В темницу И приказал Четырем Четверицам Воинов Стеречь Его Намереваясь После Пасхи Вывести Его к народу И так Петра Стергли В темнице Между тем Церковь Прилежно Молилась О нем Богу Вот Ключевой Здесь момент Что происходит Изначально Они не молились За своих лидеров Изначально У них не было Этого понимания И что происходит Дьявол просто Пришел И сделал то Что он захотел И ничего Ему даже Не воспрепятствовало Этому Поэтому Они извлекли Из этого Серьезный урок И они поняли Что Он так сейчас Может убить и Петра Но он так В принципе Всех нас может Перерубать Тогда что происходит Церковь Написано Что она прилежно Молилась Прилежно Это значит Прилагая Все старания К этому Это не просто Я так молюсь Знаете Для галочки А я конкретно Молюсь за пастора Я конкретно Молюсь Чтобы Господь Его защитил Чтобы Господь Его сохранил Сохранил Его семью Сохранил Вообще От всяких Нападок Дьявола От всех Планов Дьявола От всех Его замыслов Нам Не безызвестны Его умыслы Он пришел Для того Чтобы украсть Убить И погубить Он ворует Он просто губит Он просто убивает Это его задача Это то чем Дьявол занимается Здесь на земле И мы иногда думаем Знаете так Беспечно Ну что в принципе Ну как бы Мы живем в другом измерении Мы живем на земле Да Мы живем в Царстве Божьем В Царство Света Бог нас Ввел И у нас есть власть Для того чтобы Разрушать дела дьявола Но мы живем здесь На земле И мы живем В физических обстоятельствах Мы живем В физическом мире И нам нужно влиять На этот духовный мир Который влияет На этот физический мир Поэтому мне нужно Предупреждать Все это Для того чтобы Этого не произошло Для того чтобы Дьявола замыслы Не осуществились Знаете как говорят Что Ну если хотите Чтобы зло процветало Нужно чтобы добрые люди Ничего не делали Вот поэтому Если мы хотим Чтобы воля дьявола Осуществилась в жизни Нашего пастора Мы просто можем Не молиться И все И она осуществится Почему осуществится Потому что Его молитв не хватает Он может за себя молиться Но этого не хватает И поэтому нужно Чтобы вся церковь молилась Поэтому апостол Павел Он всех Просил молиться Практически все церкви Молились за него Вот я знаю сейчас Одну такую церковь Интересную И мне брат поделился Был там в церкви Он какое-то время там был И вот И эта церковь растет Развивается Это просто там Мочит по-взрослому Что происходит Он говорит Все молитвы Которые начинаются В церкви Все начинаются Чтобы молиться За пастора Я говорю Вот это мудрый вообще человек Так все организовал Что в принципе Церковь понимает Что если я буду Молиться за пастора Мне лучше будет Он будет вообще живым Он будет получать слово Он будет помазан Он будет благословение Для меня И поэтому каждая Любая Домашняя группа Собралась За что молимся первое За пастора молимся Вот Собрались на ночную молитву Каждая ночная Начинается с молитвы За пастора Вот и просто Берут в принципе Примерно эти пункты И просто Молятся И промаливают Это все Вот поэтому я предлагаю Даже просто Домашняя группа Я у себя сейчас Сам так делаю Вот мы молимся За всех неспасенных И мы молимся За пасторожение Конкретно Вот за него Все мы молимся За него Это как бы Две молитвы Которые обязательно А потом мы молимся За нужды людей Там Ну С нужды друг друга Но это обязательно Это как закон Вот Давайте тоже просто Введем это Я не знаю Ну и Это такое предложение Это в принципе Ты молишься пять минут Но все молятся И все начинают Переживать за это И все Начинают как бы Креститься в этом И потом Мы Когда молимся Не обязательно Я вас Знаете сейчас Не обязательно призываю Сейчас Давайте возьмем там Будем по часу Сейчас молиться Давайте хотя бы Вот просто По две-три минуты Пять минут Но каждый день И каждый из нас И вы увидите Как что-то начнет происходить Аминь Седьмое Молитесь о том Чтобы Господь Открывал Свою совершенную волю Через Него Молитесь о том Чтобы Господь Открывал Свою совершенную волю Через Него Молитесь о том Чтобы Господь Открывал Свою совершенную волю Через Него Что сюда входит? Что есть совершенная воля Божия? Это видение, это какие-то цели для нас. Это конкретно, как поступить каждому из нас в какой-то ситуации. И мы можем молиться, чтобы Бог конкретно говорил через него, показывал нам волю Божию. Почему? Часто человек тоже может прийти на служение и не знает, какова воля Божия. И он может услышать просто в проповеди именно те слова, которые просто покажут ему волю Божию. Вот поэтому нужно тоже молиться конкретно, как мне поступить. Часто же бывают такие моменты, ты вот просто, у тебя есть выбор, но ты не знаешь, как тебе поступить. Ты идешь к лидеру, и ты начинаешь с ним советоваться. И зачастую именно так происходит, что через него Бог говорит, какова воля Божия на эту ситуацию. Но за это нужно молиться, чтобы лидер понимал эту волю Божию, чтобы лидер конкретно говорил в жизни человека. Восьмое. Вот здесь запишите. 20 глава, 26-27 стих. Деяние 20 глава, 26-27 стих. Это к седьмому. Деяние 20 глава, 26-27 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Апостол Павел, он просто возвещал всю волю Божию. Вот так, как есть, так и говорил. И поэтому нужно тоже молиться, чтобы вот просто Господь. «Пусть это будет даже неудобно для меня, но пусть Бог проговорит через пастора». Я сейчас иду, допустим, я иду к нему на консультацию. Я иду к нему на прием, и я молюсь, что Господь, просто проговори, какова воля Божия на мою жизнь. И пусть Он действительно просто проговорит мне во имя Иисуса Христа. Восьмое. Молитесь о том, чтобы Бог охранял пастора от непорядочных и лукавых людей. Молитесь о том, чтобы Господь охранял пастора от непорядочных и лукавых людей. Молитесь о том, чтобы Господь охранял пастора от непорядочных и лукавых людей. 2 Фессалоникийцам 3.1.2 2 Фессалоникийцам 3.1.2 Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Очень важно, кто нас окружает. И мы зачастую, мы даже не знаем, что есть в сердцах людей, какие мотивы их преследуют, есть ли вера в этих людях. И вы можете посмотреть, да, как Иисус попадает в какое-то место, Он выгоняет из комнаты людей, потому что они не верили. Почему? Потому что это неверие, оно могло даже повлиять на веру Иисуса Христа. И чудо могло не произойти. Поэтому что мы можем делать? Мы молимся о том, чтобы Бог оградил пастора от этих неправильных людей, от ненужных людей, от ненужных связей, от ненужных... Знаете, я часто так это переживаю в своей жизни. Просто врывается в твою жизнь какой-то человек. Даже бывает просто, ты разговариваешь с кем-то, кто-то подходит к тебе, и начинает тебе что-то втирать свое. Вот, и он тебя просто нагружает чем-то своим. И ты понимаешь, что, в принципе, тебе... Сейчас это тебе не нужно, тебе нужно идти в этом направлении. Но ты начинаешь думать об этом, ты начинаешь переживать за это. Вот, и это начинает влиять на тебя. Вот, наше влияние, наше окружение, это очень важно. Но что происходит? Пастора всегда окружает много людей. И очень разные мотивы в сердце. Вот, но если мы можем молиться, то Бог будет сам охранять его от этих людей. Эти люди даже не дойдут до Него. Они не будут Ему нервы портить. Знаете, они не будут Ему докучать тем, чем не надо докучать. Потому что иногда люди действительно не тем, чем надо докучают. Аминь? Поэтому это тоже важно за это молиться. И девятое, последнее. И мы будем молиться. Девятое. Молитесь за Его духовное, душевное и физическое здоровье. Молитесь за Его духовное, душевное и физическое здоровье. Молитесь за Его духовное, душевное и физическое здоровье. Римлянам 15 глава 30-32 стих Это то, с чего мы начинали, но мы сейчас все прочитаем Римлянам 15 глава 30-32 стих Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом И любовью Духа Подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи И чтобы служение мое для Иерусалима Было благоприятно святым Дабы мне в радости, если Богу угодно Прийти к вам и успокоиться с вами Здесь он говорит, чтобы служение Нужно молиться о том, чтобы служение было благоприятно святым Чтобы мне в радости, если Богу угодно Прийти к вам и успокоиться с вами О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно молиться, чтобы наше, знаете, наше служение здесь, чтобы служение нашего пастора, оно было в радости. Что значит в радости? В радости это когда, знаете, моя душа, она просто здоровая, она просто, она наполнена жизнью. Радость это всегда освежение, радость это всегда, Библия говорит, что это подкрепление для нас, это сила наша. Радость, Господи, сила моя. То есть я, если радуюсь, если я молюсь, чтобы Бог просто благословил по сражению радостью, я молюсь, чтобы Господь просто его душу, знаете, как восстанавливал. Всегда, когда вы порадуетесь, вы можете переживать восстановление. Я часто это переживаю. Ты просто начинаешь, знаешь, радоваться, начинаешь торжествовать перед Богом. И твое духовное, душевное состояние, а иногда даже и физическое состояние, это нормально, что если вы начнете радоваться, потому что Библия говорит, что веселое сердце, это как врачевство. Это иногда твое тело тоже может переживать исцеление, восстановление. Но нам нужно молиться, чтобы, знаете, это было все в радости. Он говорит, чтобы мне прийти к вам и успокоиться. Что значит успокоиться? Успокоиться, это значит отдохнуть. Это значит войти в такое, знаете, состояние, вот, я вошел в релакс какой-то. То есть я просто наслаждаюсь служением. Я не просто переживаю за него чересчур. А почему происходит переживание? Переживание происходит потому, что мы где-то чего-то недомаливаем, и где-то чего-то не происходит, и человек начинает просто сам это нести. И он не может успокоиться. Почему, допустим, было даже так, было время, да, пастор не мог спать. Почему не может спать? И я понимаю, что одна из причин, здесь можно исследовать все, одна из причин, это просто по Библии, чтобы ему успокоиться, нужно, чтобы мы молились за него. Иногда вы согласны с тем, что, я это часто переживаю, иногда ты такой просто весь взъерошенный, пришел, а тут за тебя взяли, помолились, и ты успокоился. Согласны с этим? Что-то происходит, когда мы молимся друг за друга, и когда мы благословляем его, он входит в мир. А когда он пришел в мир, он может спать. Потому что если я не могу спать, это значит, моя душа конкретно переживает. Это значит, мое тело начинает переживать стресс. Вот, это есть стрессовое состояние. А почему оно так происходит? Потому что мы где-то чего-то недомолили. Поэтому девятое, это очень важно, сейчас молиться за то, чтобы Бог просто укрепил его духовное, душевное состояние, его физическое состояние, здоровье. Его нужно молиться, чтобы Бог просто тоже отправил его куда-то отдохнуть, так по-настоящему. И когда он едет в отдых, часто что происходит? Ну, он отдыхает, что за него молиться там? А если он поехал отдыхать, значит, это для меня сигнал, что мне нужно усиленно молиться, чтобы он так отдохнул, чтобы он приехал сюда, он был в радости, он был спокойным, и он был в благословении. Потому что когда он в радости, тогда меня наполняет радость. Вы согласны с тем, что если пастор радуется, то вся церковь радуется? Аминь. Давайте воздадим большую славу нашему Богу и поднимемся сейчас и будем молиться. Спасибо.